А когда ты поняла, что ты богатый человек? Я не поняла этого до сих пор. Господи, как бы я хотела жить в этом прекрасном городе. И я настолько сильно этого хотела, что через две недели я уже оказалась в Дубае. То есть это не было от полного благополучия и изобилия. 200 тысяч долларов, 20 миллионов рублей, речь идет про новострой, про новый дом. Идите туда, где страшно. По-другому город раскрылся, и он даже на меня сильнее повлиял, чем Москва. Тут просто пахнет деньгами. Для того, чтобы купить недвижимость в Дубае, достаточно просто копий паспорта. Если что-то вы не доделали, что-то не домечтали и как-то себя не побаловали, то сейчас, когда вы взрослые, просто берите и присваивайте себе эти мечты. И просто делайте. Ты достойна самого лучшего, ты вообще величайшая женщина в мире и все. Твои ногами. Если не будет любви вообще-то, какой смысл? Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Чебыкина. Вы на канале Женщины. Спасибо за ваши подписки, за комментарии. Если вы вдруг на нас не подписаны, сделайте это, пожалуйста. Также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал YouTube журнала Женщины в описании. Есть на него ссылка. По QR-коду можете переходить там же в описании. Это вообще важная часть нашего контента. Всегда все социальные страницы, все способы связи с нашими экспертами. Сегодня у меня в гостях снова Татьяна Фанти, которая вам понравилась. Спасибо за теплую реакцию. И наш второй выпуск посвящен классной, суперактуальной в последнее время теме. Переезд в Дубай. Возможности и варианты. Как это можно сделать. Сколько это стоит. Вкладываться, не вкладываться в недвижимость. Что касается виз, документов, условий. Даже погодных условий. Потому что легенда ходит про вашу знаменитую 50-градусную жиру. Абсолютная правда. Если из России на зиму уезжает, потому что очень холодно, да? То мы летом уезжаем. То вы уезжаете летом, потому что очень жарко, конечно же. Невыносимо. Мы с тобой за кадром начали общаться. И можно я про это расскажу? Как бы ты же смелая. Что тут скрывать? Сама себя немножко недооцениваешь. Притом какая ты крутая. Я там в чемодан Танин занырнула. Сумки, бирюльки, обувь. Все дорогое. Все красивое. Все, как я люблю. И это все твое. Повседневная реальность. Несколько объектов недвижимости в Дубае. Инвестиционных. Тот, в который живешь. Цену квартиру. Диверсифицированные бизнесы. Ну вот, чтобы понимать. Основное твое направление это агентство по продаже недвижимости в Дубае. TM Properties. Представительство открылось в Екатеринбурге. Чему я очень рада. Кто нашу первую серию не смотрел. Посмотрите, пожалуйста. Потому что Таня родилась в Ревде. Небольшой уральский город. И вот такая карьера. Действительно история Золушки. Тебе есть чем хвастаться. Сторый Золушки на самом деле. Вот. А давай теперь про твои супермиллионы поговорим. Насколько миллионов долларов ты, например, продала недвижимости. Чтобы сразу было понятно. Порядка сорока миллионов. Но сейчас, я думаю, цифра уже выросла за последние три месяца. Порядка пятидесяти миллионов долларов. Девочка из Ревдена. Это портфель. Это не мой портфель. Да. У меня чуть поменьше. А твой, если не секрет. Можно про твой? Я не люблю про это говорить. Ну, около миллиона долларов. Около миллиона долларов. Это за последний год. Долларов твой инвестиционный портфель. Это долларовые миллионеры люди таки называются. Кстати, миллионеры не имеют денег на счету. Они в них все вложены. Это тоже интересно. Да. Это тоже интересно. Это правда на самом деле. Просто я большая транжира. Я очень люблю всякие штучки, фабрикушки, сумочки. Но так не всегда было. Это, наверное, первые несколько лет, переехав в Дубае, было желание вот этим всем наесться сначала. Потом, когда надоело, то есть, ну, ценности поменялись немножко. И теперь это не играет для меня какой-то важной роли. Хорошо выглядеть, но не более. А когда ты поняла, что ты богатый человек? Я не поняла этого до сих пор. Класс. Мне нравится твоя чистота и твоя простота в этом смысле. Ты богатый человек. Я как-то этого не ощущаю. Наверное, богатый душой, потому что инвестиции, да, это хорошо, но я всегда говорю, так, Оль, нам ничего не принадлежит сегодня, есть завтра, нет. Это же только ресурс. Да. И, наверное, обладать какими-то материальными ценностями это больше для меня про надежность, про защиту своих детей в плане финансов. Мне хорошо так говорить, что там на черный день где-то, вдруг, если что, это так нельзя. Но не более. Ты мама, у тебя... Да, я мама, у меня трое прекрасных одеток. Хоть сын уже взрослый, но все равно они же не перестают быть нашими детьми, и ты хочешь как-то и подстраховать, и быть опорой, хотя бы уже абсолютно автономен, самостоятельен, собственный бизнес, но вы еще и партнерами по бизнесу являетесь. Да, Сергей зашел со мной в партнерство, вот как раз в офисе Екатеринбурга. Долго ты думала, прежде чем решиться на партнерство с родным человеком? Про это же много говорят, что там с друзьями, с родными другими. Я сначала не думала, но был какой-то момент. Сейчас, если Сергей смотрит это интервью, наверное, ругает меня, что я про это сказала. Но я скажу. У нас был на самом деле момент, когда у нас начинались споры. То есть он говорил, вот это вот не надо делать. Я говорю, блин, я же знаю. Я же знаю, я же лучше знаю. Яйцо курицу не учит. Это серьезно, что ли? То есть такие моменты действительно они были. Первое время мы как-то друг другу говорили, что делать, что не делать. Сейчас уже проще. Я говорю, слушай, если ты мне доверяешь, давай просто будем так делать. Ну это нормально. Партнеры любые притираются, потому что нет двух одинаковых мнений. Вы всегда должны искать компромисс между двумя взглядами двух партнеров. Да, сначала это было из-за того, что я переехала в Екатеринбург на какой-то неопределенный, как мне тогда казалось, срок. Сначала я планировала две недели. Мне казалось, что за две недели я все запущу и благополучно уеду обратно в Дубай. Но сложилась по-другому судьба, распорядилась по-другому со мной. Я Сергею говорила, блин, отправил меня тут ссылку в Екатеринбург. Тут холодно, мне некомфортно. В день, когда мы записываем интервью, всего лишь каких-то смешных минус 16 градусов. Всего лишь минус 16. Для тех, кто живет на Урале, это просто... Тьфу. Я уже отвыкла, да, на самом деле. От холода. Просто отвыкаешь. Давай порекламируем Дубай нашим зрителям. И расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, ты уже знаешь там все. Для кого этот город подходит? Что он дает и что нужно иметь, начиная от того, какие качества характера, какие деньги, какие документы, которые, чтобы попробовать там пожить? Я скажу так. Город подходит, мне кажется, для тех людей, у которых есть амбиции, которые хотят попробовать себя в чем-то новом, которые не боятся рисковать, которые не боятся поменять что-то в своей жизни, которые открыты к этой жизни и доверяют ей. Но однозначно нужен первоначальный капитал, чтобы жить в Дубае. Это как минимум. И желательно английский язык. Без английского языка достаточно сложно, несмотря на то, что в Дубае проживает большое количество русскоговорящего населения. И вообще Эмираты это та страна, где на сегодняшний день проживает более 160 или 170 национальностей. Да, я вот занималась изучением вопросов в Дубае и в Абудаве, там, по-моему, я забыла где сколько, 22 и 28 процентов соответственно местного населения. Все остальное... 10 процентов. А, 10, значит, это более старое. Все остальное составляют экспаты. Экспаты со всего мира. Да, это очень, на самом деле, интересно, потому что я не представляю, что я где-то в Ревде или в Екатеринбурге, или даже на том же, на Кипре, имела друзей с Кубы, с Африки. То есть это абсолютно возможно. Это может завести друзей с любой точки земного шара. Это круто. Я считаю. Давай поговорим про цифры, за какие деньги, чуть-чуть мы в первом интервью затрагивали уже эту тему, можно купить хоть какой-то объект недвижимости, ну, достаточно приличный, не элитный, но что-то, что позволит себе условно закрепиться. Вот есть у меня такая информация, редактор подготовил, что от 20 миллионов рублей, получается, можно... Вообще там однокомнатные квартиры, это когда есть спальня и... Спальня и гостиная. Да, и гостиная. Это не такие метражи, как у нас. Да, это 60-70 квадратных метров, то есть они по метражу очень-очень приличные. У нас в Екатеринбурге трешки по 70 метров бывают, ну, в других городах, я думаю, тоже, от 20 миллионов рублей. Понятно, что это спальный район, но это не супер какой-то отдаленный, это вполне реальные цифры. На самом деле можно купить даже дешевле. 200 тысяч долларов, ну, то есть 20 миллионов рублей, речь идет про новострой, про новый дом, который будет завершен в конце 24-го, в начале 25-го года. Если у человека ограниченный бюджет, он, в принципе, может купить и дешевле, он может купить даже за 10 миллионов или еще меньше, если это будет вторичка, дом, которому условно 7-8-10 лет. То есть такие квартиры, конечно, дешевле. Не от самого топового застройщика и в спальном районе. Просто дело в том, что мы не занимаемся вторичным рынком, мы работаем только напрямую с застройщиками. И, конечно, в новом доме квартира будет стоить дороже. Но просто, чтобы сориентировать людей, потому что за 10 миллионов рублей в Екатеринбурге... В районе 10 миллионов рублей в Дубае можно купить студию или однокомнатную квартиру, но уже немножко удаленно от центра города в Дубае. Да, возможно. И в рассрочку. Мы в Екатеринбурге вот тут цены мониторили, с девчонками из команды смотрели, то есть пытаясь понять, есть ли здесь инвестиционные квартиры. Смотрели, мониторили, мы с застройщиками работаем по рекламе и так далее. И вот как бы на сайте ходили. Но 10 миллионов рублей это хорошая однушка в Екатеринбурге или двушка, которая сдастся, дай бог, через 2-3 года. И это она еще будет без ремонта. Сколько ты туда вложишь, чтобы было понятно, что это абсолютно сопоставимо с теми вызовами, которые мы имеем здесь, не в самом дорогом городе страны, да, и не в самом лучшем районе. Это тоже речь идет про спальные районы. Поэтому имейте в виду, что это не суперкосмические деньги. Конечно, если мы говорим про какое-то элитное жилье в центре, то там цены соответствуют. Ну, конечно, да. Чем ближе квартира находится к центру либо к морю, тем выше ее цена. Да. Еще раз расскажи про варианты рассрочки, потому что это очень классная система, которых в России вообще не существует. Когда вы вносите 20% от стоимости квартиры и дальше... Человек платит первый взнос, который составляет в зависимости от застройщика 10 либо 20%, плюс 4% – это налог в земельный департамент. Далее после этого составляется договор между застройщиком и клиентом, который регистрируется в земельном департаменте, что подтверждает право собственности на данного человека. И далее человек платит по программе рассрочки. Соответственно, опять же, в зависимости от застройщика платежей могут распределяться каждые 3 месяца, либо каждые 6 месяцев, либо каждый месяц. Здесь все зависит от застройщика, и наша компания, конечно, стремится подобрать удобный график платежей для каждого клиента. Потому что кому-то удобно платить ежемесячно, кому-то удобно платить ежеквартально. Есть также застройщики, которые готовы предоставлять даже беспроцентную отстройку. То есть ты заплатил какую-то часть 40-50% на этапе строительства, получил ключи, уже заехал, либо уже можешь сдавать квартиру в аренду и выплачивать еще несколько лет, 2-3 года. Такие варианты тоже существуют. То есть мы стараемся ориентироваться максимально на запрос каждого клиента. Круто. Ну, это очень важно. Это просто связано с такой внутренней политикой Дубая. То есть у них вектор на то, чтобы люди к ним ехали, чтобы инвестировали в недвижимость, чтобы оставались. То есть это государственная линия, государственная политика. Они на этом строят свою экономику. Поэтому это не просто какое-то, знаешь, предложение точечное от застройщика. Это же в целом, правильно я понимаю? Да, конечно, абсолютно все застройщики. И мы работаем практически со всеми застройщиками в Эмиратах. Фокусируемся в основном Дубае и Рассельхайме. За Абудаби тоже работаем, но не так, как в Дубае. В Дубае, конечно, у нас больше интерес. Клиенты в Дубае все хотят в основном жить. Ну, или в Рассельхайме. Абудаби сейчас тоже набирает интерес. Там тоже есть интересные локации. Поэтому тут по запросу все индивидуально. Но у них такой, как это говорят, разный вайб. Я вот в Абудаби съездила. Он такой размеренный, спокойный. Он такой более семейный. Более семейный. И в нем нет вот этой пульсации денег, энергии, зарабатывания. Космополитизма этого даже. Несмотря на то, что там инзии. Это как Москва-Химки, мне кажется. Что-то он так все сравнивает. Да, да, да. Это другое. Москва-Красногорск. Это другое. Если вы хотите вот этот вот Дубай, который всех просто торкает, пушит. Сумасшедшая энергетика. У меня иногда, когда клиенты приезжают и говорят, Таня, тут просто пахнет деньгами. Пахнет деньгами, и здесь очень жарко. Я в приездах это ощутила. Ты знаешь, в первый раз я этого не почувствовала. И мне было так странно. Думаю, господи. Стекляшки, высотки. Ну, как бы какая-то суета. Это какая-то Москва, только жарко. Ну, вот было такое ощущение. Но во вторую мою поездку, вот в деловую, совершенно по-другому город раскрылся. Мне кажется, я начала его понимать. И он даже на меня сильнее повлиял, чем Москва. Потому что к Москве я уже привыкла. Очень часто летаю. И это такое все равно свое. Понятно, что язык, культура своя. Я воспринимаю Москву как свой родной город. Я там жила в Москве с родителями. Еще когда папа в академии военной учился имени Гагарина. Я помню парк Горького. Каким он был до реконструкции. Знаешь, у меня такой тоже бэкграунд есть нормальный. Для меня Москва это норма. Детские воспоминания даже есть. У родителей есть друзья. У меня сейчас там друзей и партнеров просто огромное количество. У меня тоже, кстати, в Москве больше друзей, чем в Екатеринбурге. Огромное количество. Ну, у меня, знаешь, сейчас телефон после поездки. У меня там теннис Дубай, значит, визажист Дубай, видеограф Дубай, сторисмейкер Дубай, ресторан Дубай. Ты маркируешь там недвижимость Дубая и так далее. Сейчас еще один контакт. Татьяна Дубай. Да, да. Так и получается. В общем, я просто хочу вам сказать про что. Съездите и присмотритесь. Просто поедьте не совсем как турист на пляже полежать, и походите, там множество мероприятий, каких-то деловых завтраков, презентационных вещей, форумов. Пообщайтесь, поразговаривайте, поздавайте вопросы. Двои контакты тоже оставим, чтобы можно было найти человека, который для вас проводником станет. И когда вы это почувствуете, и если вдруг вам это подходит, там уже дело останется за малым. Потому что, грубо говоря, здесь можно продать, там купить. Это всегда так. Ты продаешь здесь? Конечно. Дубай – это такой город, который открыт, мне кажется, для всех. Здесь было бы желание. И постоянно в Эмиратах открываются новые рабочие места, очень много возможностей, перспектив. И российские специалисты, мне кажется, очень востребованы на рынке Эмиратов, начиная от бьюти-индустрии, заканчивая, я не знаю, общепитом. Везде. То есть это востребовано настолько. И я понимаю, что наши идут к нашим. Да. Сфера услуг просто провисает. И там одного хорошего специалиста передают все по рукам, рекомендуют один другому. Вот у меня только что подруга моя, Полина Завьялова, тоже героиня наших выпусков на канале «Женщины из Турции» приезжала. И вот она такую шутку классную сказала. Ты хочешь, говорит, открыть в Турции успешный салон красоты, просто открой. Потому что тоже по сервису очень большой есть провал, разрыв с Россией. Это абсолютно правда. И вот если вы классный визажист, массажист. Все что угодно. Абсолютно по ресничкам. По сервису, ресницы, брови. На расхват будете. Потому что это всегда будет работать. Девушек в Дубае очень много красивых. И все за собой следят. Поэтому на самом деле да. И с прошлого года прям волна такой, наплыв. Понятно, что ввиду сложившейся ситуации, конечно, это все произошло. Но мы как потребители, скажем так, бьюти-индустрии, мы прямо такие с девочками. Оф, как классно, что сейчас столько русских переехало. Потому что на самом деле уровень сервиса, который наши специалисты оказывают, он достаточно высок. Очень. И он не сравнится ни с Европой, ни с чем другим. Как тебе вот эта дубайская атмосфера, вот эта их страсть к самому дорогому, самому большому, самому красивому, к эстетике? Вот это изобилие, конечно, торговых центров, шоппинга. Женщины бесконечно нарядные, бесконечно красивые. Золото здесь, здесь, здесь. Я просто глазами их пожрала. Потому что, конечно, другая культура. Было сначала тебе это дико, непривычно. Все равно, знаешь, такая трансформация. Ты из Ревды в Екатеринбург, из Екатеринбурга на Кипр. Мы в первой серии это обсуждали. Но на Кипре такого нет. На Кипре, да. На Кипре все спокойно. Все спокойно. Это деревня, входишь в льняных каких-то одеждах. Условно, потому что тоже климат к этому располагает. Расскажи, как тебе вот эта эстетика? Ты знаешь, я когда только начала приезжать в Дубай, меня просто заворожил этот город. Мне казалось, что я попала просто в какую-то сказку космическую. Это все не настоящее. И я прекрасно помню один день, когда я стояла на пляже, на JBR. Я смотрела вот на эти желтенькие дома. Наверное, видела, да, с такими маленькими окошечками. И думаю, господи, как бы я хотела жить в этом прекрасном городе. И я настолько сильно этого хотела, что через две недели я уже оказалась в Дубае. Две недели. Вот главное захотеть. Ну, сейчас мне скажут, наверное, ну как так захотела. Ну, понятно, что я прилагала для этого усилия. Я делала определенные действия. И случилось так, что я там оказалась. Я сейчас скажу, наверное, такую вещь. Ты будешь смеяться и, может быть, мне даже не поверишь. Я ненавижу шоппинг. Я ненавижу шоппинг. Просто я не могу находиться в Дубай-мол. Это то место, куда меня просто не затащишь. Иногда бывают клиенты, хотят встретиться там. Но это дискомфортно. Это очень дискомфортно на самом деле, да. Я туда только исключительно. То есть, десятки тысяч человек вместе, да. Это очень тяжело энергетически. Я прихожу. Согласен, абсолютно. Просто путь соли на себя высыпаю в ванну. Да. Потому что тяжело достаточно. Ну, то есть, я люблю красиво выглядеть, красиво одеваться. Но это происходит исключительно. Зашла, купила, все. До свидания. Не более того. Ну, мне то же самое было. Вот ходить, бродить, блудить. Если я знаю, что мне, например, часы нужны. Я пошла, купила, пошла. Марки, то же самое. О, кстати, между прочим, вот этот шикарный наряд. Я даже про это не подумала. Я не специально. Это в Миссоне в Дубае. О, красиво. Да, приятные воспоминания. Но это тоже точечно. Это тоже мы с подругой пошли точечно. Я знала, что туда хочу зайти, сюда хочу зайти. И вот эти вот мои знаменитые из социальных сетей сапоги все спрашивают. Тоже я там купила где-то живанши. И я за ними конкретно поехала. Так это обходить и ходить, это очень тяжело. Ну, прямо действительно не для слабонервных. Хотя эта культура есть. И у нас тоже такое присутствует. Люди в торговых центрах выходные проводят. Семьи проводят, ходят, перемещаются по этим торговым площадям. Все фудкорты заняты. Все то же самое там. Ну, пока мои дети, младшие девочки жили в Дубае. Они в Дубае учились. Младшая пошла там в школу в первый класс. Старшая пошла во второй класс. В американскую школу в Дубае. Конечно, мне приходилось... То есть выходные мои происходили в торговом центре. Потому что, особенно в жару, куда пойдешь сидеть? Конечно. Все развлечения для детей находятся в торговом центре. Коток, кинотеатр, Макдональдс. Любимый детский Макдональдс. Сейчас я стараюсь в свободное время заниматься спортом, дайвингом, теннисом. В теннисе начала играть. Вот ты, кстати, тоже смотрю, играешь. Да, да. Так что приезжаю, звать. Ой, я же играла. Я с тобой поперла ракетку и ни разу не пожалела. Потому что классные есть корты, классные тренеры. Классные, классные. Сейчас вот самый такой сезон будет. Да, я в Вейк собираюсь осваивать. Тоже нашла уже там прикольного тренера. Вот они ждут меня, не знаю, там на январский праздник. Я рассматриваю. Меня Дубай, конечно, заворожил. Я сейчас скажу, со второго раза я распробовала и прямо мне стало интересно. Что ты скажешь про образование для детей в Дубае? Потому что это принципиально для многих наших зрителей. То есть я, как я, могу поехать, мне там интересно, бизнес-интерес или еще что-то. Очень хвалят школы. Ой, ты знаешь, мы нашлись с моим одноклассником на Дальнем Востоке вместе. Учились в гарнизоне, дети военных. Он сейчас там живет с семьей. В Дубай переехал. Да, в Дубай переехал. Я вот в этот приезд его не достала. Денис, привет. В следующий приезд обязательно мы с ним на связи. Он говорит, все, в гости. Мы будем дружить, знакомиться там с семьей, с друзьями, со всеми, со всеми. Это вот интересное хитрое сплетение. Тань, мы жили с ним в гарнизоне средне-белую Е2. Это на карте не обозначенное место. Просто край географии. И вот мы сейчас переписываемся. У него большая компания. И вот он живет в Дубае. Я туда приезжаю тоже по бизнес-интересному. Мы такие, блин, Денис, мы стали взрослыми. Здорово. Весь мир открыт и все доступно, все свободно. Что скажешь про образование? Как тебе? Ты знаешь, образование достаточно неплохое в Дубае. Мои детки ходили сначала в британскую школу, потом я их перевела в американскую школу. Там такая смешанная система, она называется САБИС. Эта школа называется Шуэфат. Она считается одной из самых достойных школ. Достаточно строгая школа, я бы сказала. Но после окончания этой школы ты можешь поступить практически в любой университет Америки без экзаменов. Класс. Дети проучились у меня там 6 лет. Сейчас они живут на Кипре с папой. Дети решили так, что им так будет лучше. Мне достаточно сложно было принять их выбор. Сколько еще у них 6 лет? Сейчас 15 и 14. Вот погодки, да. Больно тебе было? Мне было очень больно, конечно. Я плакала, я переживала это очень сильно. Я полгода не могла с этим смириться. Пришлось принять. Я поняла, что я не буду счастлива, если они не будут счастливы. А им хорошо там. Дело в том, что Дубай такой город с большим движением, динамичный. Конечно. Я приходила домой достаточно, ну как поздно, в 7-7.30. Детям уже спать нужно в 9. А хотелось и с друзьями им повстречаться. То есть везти куда-то детей, друзьям поиграть уже было не вариант. А на Кипрешколу закончили, дорогу перешли, уже у подружки в гостях. Там попроще в этом плане. Ну, я стараюсь всегда извлекать плюсы из всего происходящего. Ты знаешь, как фильм, не смотрела кино? Полиана. Нет. Про маленькую девочку. Очень классный фильм интересный. Где маленькая девочка из всего старалась извлекать только плюсы. Это же по книге, по-моему, да? Да, вот очень-очень классный фильм такой, посмотри. Я вот так же, как в этом фильме, думаю, ну ладно, будем извлекать плюсы. Когда мы переехали в Дубай в 15-м году, дети полностью переключились на английский язык, который они на Кипре не знали. Это тоже было сложно. Были слезы, слюни, и я их поддерживала. Там не просто язык надо выучить, надо учиться на иностранном. Учиться, да, учиться. Незнакомый тебе язык очень тяжело. Да, ну мы приехали в начале июля, как раз был Рамадан. Я сейчас, кстати, расскажу такую одну историю. Просто я не могу не рассказать ее. Когда мы только приехали в Дубай, я отдала деток в такую подготовительную курс, да, двухмесячную. Мой второй день в Дубае. Я беру машину в аренду своей, тогда у меня не было. Второй день, только переехали с детьми уже. Детей должен был забирать автобус, то есть увозить их на занятия и привозить. В этот день я взяла машину в аренду, отправила детей на уроки и поехала в банк на встречу. У меня была назначена в банке встреча. Я не знаю, почему я не проверила, сколько в баке бензина. Я не знаю, почему я не проверила, какой заряд энергии в моем телефоне. И вот почти я доезжаю до банка, и я понимаю, что у меня заканчивается бензин, и у меня сел телефон практически. И я понимаю, что я уже пятый или шестой круг вот так вот нарезаю, где-то возле Дубая, мол, тогда еще я не понимала, но потом я уже поняла. И вот мне нужно было как-то реагировать быстро. Я понимаю, что через два часа мне нужно уже быть дома, потому что дети вернутся. И я остановилась где-то на заправке, остановила такси, попросила его, чтобы он ехал по направлению к банку, я за ним. В общем, заехали, залили бензин и вернулась я домой. И через пять минут зашли дети. Я думаю, господи, то есть могло так случиться, что я бы не успела. Чужой город. Ну, были ситуации разные, были сложные ситуации. И ты переехала одна без супруга. Вы на тот момент уже развелись. Чтобы тоже понимали девчонки, которые нас смотрят. То есть это не было от полного благополучия и изобилия. У тебя не было много миллионных сбережений, которые бы тебе позволили это сделать. Тем не менее, был импульс, было понимание, что у тебя есть навыки. Ты в консалтинге много работала. То есть есть и клиентская база, и знание языка, и понимание, как строить уже бизнес в иностранной юрисдикции. И это круто. Ну и решимость, смелость, которая, собственно, нужна. И города берешь. Да, которую я, да, как говорит один мой друг, Тане, нет препятствий. Вижу цель, не вижу препятствий. Стилий свой, думаю. Как отнесешься к тому, что если некоторые наши зрительницы осудят тебя, скажут, ну, конечно, сейчас детей и девчонок к папе отослала. Они сами это выбрали, сын уже взрослый, живешь в свое удовольствие, зарабатываешь свои миллионы. Ну, так было далеко не всегда. Очень много лет я вставала рано, несмотря на то, что у нас практически всегда была помощница. Спустя шесть месяцев я поняла, что мне нужен помощник дома, поскольку иногда я уезжала в командировки, и кто-то должен был оставаться с девочками. Я всегда вставала вместе с детьми утром. Мне все друзья говорили, ты с ума сошла, выспись, у тебя же есть домработница. Я говорю, нет, детям нужна мама. Дети должны маму утром видеть. Так же не всегда было. Было проделано большое количество работы. Ну, не все так просто было. Зачем рассказывать о сложностях? Ну, это просто, да, про то, что мечты сбываются, но сбываются не сразу, иногда через стернии нужно идти. Через стернии к звездам, да. Вот, у меня сын очень часто задает мне такой вопрос, мам, ты где клиентов берешь? Почему так, откуда? Я говорю, ты понимаешь, что это наработки, это не сейчас. Это огромный труд, это репутация, которую я нарабатывала на протяжении всей моей карьеры на Кипре. То есть сейчас возвращаются те клиенты, с которыми мы работали и работаем, не знаю, познакомились 10-15 лет. Это дорогого стоят люди, которые знают тебя, как делового человека. В общем, в Екатеринбурге тоже открылся офис. Агентство по продаже недвижимости в Дубае, TM Properties, есть в Дубае, есть в Екатеринбурге, потому что ты отсюда родом изначально. Здесь хороший деловой такой город, центр, пульсирующая жизнь. И многие люди отсюда задумаются об инвестициях в недвижимость туда. Поэтому все контакты будут в описании, также по QR-коду можете переходить. Также в описании к этому видео есть классный чек-лист, переезд в Дубай называется. Там по пунктам написано все, что вам нужно знать, что вам нужно иметь, если вы задумываетесь. То есть вы можете чек-лист скачать, это не обязывает вас переезжать, получать гражданство или еще что-то. Но тем не менее уже в таком приближении рассмотреть эту возможность. Приблизиться можно к своему чтению. Это точно, забирайте, он есть в описании. Также мы разыграем онлайн-консультацию от Тани по любым вопросам, которые в твоих компетенциях находятся. Это и инвестиции в недвижимость, это покупка недвижимости для того, чтобы жить. Ну и весь твой опыт, собственно, заграничный, ты можешь ответить на все вопросы. И документы нужно иметь, про визы сейчас поговорим, как счета открывать, например. То есть у людей, конечно, очень-очень много вопросов. А для того, чтобы получить консультацию, пишите «хочу в Дубай, хочу консультацию». Отдельным сообщением, либо припиской к любому комментарию, содержательному, который хотите оставить. Мои дорогие, всем привет еще раз. Не перематывайте меня, потому что я, наконец-то, в коем-то веке не хочу от вас денег, а хочу вам подарок сделать. Итак, я надеюсь, что все, кто меня смотрит постоянно, оценили уровень юмора и самоиронии. Это разные вещи. Я хочу призывать вас подписаться на мой телеграм-канал. Можете по QR-коду перейти, можете по ссылке, которая в описании к этому видео будет. Почему это важно? Потому что я сейчас, я и команда, большие силы вкладываем в введение именно телеграм-канала. Мне он нравится по нескольким причинам. Там есть различные формы связи с вами, которые недоступны на других площадках. Например, голосовые. Часто у меня нет времени писать тексты. А голосовое сообщение, во-первых, это близость, это своим голосом, вы на это хорошо реагируете, вам это достаточно удобно. Люди слушают на пробежке, можно воспринимать это как подкаст, например, в автомобиле это удобно включить, но просто потрясающе. То есть это другой уровень общения, другая близость общения. Это, во-первых, то есть новая форма общения. Во-вторых, вы можете влиять на повестку. Я периодически там делаю вопросы, про что вам интересно было бы читать, посты, голосовалки такие. В-третьих, мы с командой будем создавать там отдельные рубрики, которые будут касаться просвещения, что-то про книги, про цитаты, мотивирующие какие-то вещи. Плюс там очень явно так прослеживается именно личная линия моего там развития, моих переживаний, моих мыслей, моих откровений. Приходите, пожалуйста. А чтобы вам было еще поинтереснее подписаться на мой телеграм-канал, сейчас там проходит конкурс. Я разыгрываю несколько своих книг, несколько, то есть победителей будет не один. Это книги, правда, хорошие. Вы знаете, я сама иногда удивляюсь, насколько хорошо получилась книга, потому что сразу я не могла это оценить. У нас уже заканчивается второй тираж, была допечатка, потому что первый сразу же разобрали. Мы, кстати, даже в Екатеринбурге не проводили презентацию, потому что книги первого тиража все раскупили в магазинах и было бессмысленно проводить. Так вот, если вы хотите получить мою книгу еще и с автографом, а в телеграме видно, как вы подписаны, я с удовольствием для победителей сделаю авторскую подпись, пожелание, напутствие. Кстати, запрограммирую вам что-нибудь классное на новый 24-й год, розыгрыш будет проводиться только в телеграме под вот этой фотографией, которую видите на экране. Вам нужно подписаться на телеграм-канал и написать под постом с этой фотографией «хочу книгу». И через несколько дней после опубликования этого поста я проведу розыгрыш. Несколько книг, я планирую три, а может быть, пять или десять раскошелюсь, посмотрю по ситуации, сколько будет ваших комментариев отправиться к тем, кто хотел бы получить в подарок эту книгу и мое напутствие на новый 24-й год. Ссылка на телеграм в описании, а также можете прямо сейчас переходить по QR-коду. Давайте будем ближе друг к другу, очень этого хочется. Жду вас, мои родные. Вот давай поговорим про документы. Чтобы купить недвижимость в Дубае, что нужно, какие документы иметь, какие документы, какие визы нужны для того, чтобы жить в Дубае, не как турист. Для того, чтобы купить недвижимость в Дубае, достаточно копий паспорта. Ой. Просто копий паспорта. У нас большинство клиентов, особенно если речь идет про инвесторов, они даже не приезжают в Дубае, то есть все сделки происходят практически удаленно. Я тоже про это слышала. 90% это не миф, это не миф. Ты находишь доверенного человека, на телефоне, на зуме? Обращается клиент, условно это инвестор, да. Мы подбираем для него проект или проекты, обозначиваем условия, он бронирует и далее по графику платежей он выплачивает, то есть он переводит денежные средства на счет, который устанавливает застройщик. Все денежные средства поступают не на прямую застройщику, а на эскро счет, который принадлежит государству и далее. То есть не может такого быть, что ваши деньги зависнут, потеряются, что застройщик схлопнулся, раздарился, заморозил стройку. То есть они в государственной... Такие ситуации имели место быть несколько лет назад, но это более 10 лет назад. И в связи с этим государство Эмиратов установили такие законы. Чтобы гарантировать безопасность инвесторов. Потребителей. Супер. Поэтому, да, в этом плане здесь безопасно. Ну и, конечно, наше агентство работает с проверенными застройщиками, вот даже на себе тестируем и проверяем. Просто интересно, как происходят сделки. У всех есть свои какие-то особенности по оформлению, но, как правило, процесс происходит следующим образом. Клиент выбирает объект, ему, допустим, все нравится, подходит форма оплаты, он переводит деньги. Для этого нужна копия паспорта, подтверждение адреса проживания, электронная почта, номер телефона. Те данные, которые будут прописаны в договоре купли-продажи. Застройщик готовит сначала форму резервации или так называемую booking-форму. Человек переводит денежные средства и далее уже застройщик готовит договор SPA, это sell purchase agreement, договор купли-продажи. Все. Приезжать не обязательно, но кто-то хочет приехать. Вот у нас на прошлой неделе три клиента из Екатеринбурга летали в Дубай. То есть здесь мы встретились у нас в офисе в Ельцине. Далее там Сергей, команда встретили в Дубай. У нас офис находится в центре Дубая, в районе Бизнес-Бэй. С прекрасным видом на Ворш-Халифа и на канал. Класс. Так что приезжайте к нам в гости. То есть хотите поехать, осмотреться, посмотреть лично, пожалуйста, нет времени, доверяйте. И тем более, ты уже говорила, вот сын тебе правильно вопрос задавал, где есть чаши клиентов, ну по рекомендации. Люди просто знают тебя десятилетиями в деловой сфере, друг другу тебя передают. И масса же клиентов покупает не один объект недвижимости, они начинают, потом появляются деньги, они видят в этом перспективу. И имейте в виду, конечно, вот то, что вы слышите, что рынок может быть где-то ненадежный, где-то перегретый, какие-то объекты не растут в цене. Это просто люди неправильно инвестировали. Так же, как и на любом рынке есть, конечно, объекты. Которые никогда не вырастут, нужно понимать, куда заходить и когда заходить. И мы никогда не порекомендуем клиенту брать то, что не будет прибыльным. Потому что бывают такие ситуации, на самом деле, у меня буквально две недели назад была такая ситуация, клиентка с Узбекистана. Она говорит, Таня, ну вот у меня бюджет 200 тысяч долларов. Она говорит, что ты посоветуешь? Я ей рекомендовала два конкретных объекта. Она говорит, ну может быть вот этот. Я говорю, ты же хочешь так, чтобы объект еще и вырос в цене? Конечно. Возьми вот лучше это. Она прислушалась, все, приехала в Дубай, продали квартиру. Отлично. Прекрасный юнит ей подобрали. Она довольно счастлива улетела. Приехал человек, на четыре дня купил. Она хотела посмотреть. Приехала, поняла, что подходит, доверилась. Если вдруг кто-то из наших зрителей хочет жить там, как получать долгосрочные визы, что-то такое, может ли ты в этом смысле помочь? Да, для того, чтобы получить резидентскую визу в Эмиратах существует несколько способов. Первый – быть трудоустроенным. То есть просто устроиться на работу. Работодатель оформляет своему сотруднику резидентскую визу на два года. Это первый вариант. Второй вариант более подходит для бизнесменов. Резидентскую визу можно получить путем регистрации компании, став ее учредителем или, опять же, менеджером или каким-то помощником. Можно получить резидентскую визу на основе юрлица. И третий вариант. За счет инвестиций в недвижимость также можно получить два вида резидентских виз. Существует вариант первый, где стоимость недвижимости будет составлять 200 тысяч долларов. В данном случае виза будет выдаваться на два года. Так называемая золотая виза на 10 лет. Чтобы получить такую визу, 550 тысяч долларов, 2 миллиона дирхам. И есть некоторые условия, которые нужно обязательно соблюдать. Объект должен быть либо завершен полностью, и вся сумма в размере минимума 2 миллионов дирхам должна быть выплачена 550 тысяч долларов. Либо выплачена уже вся сумма, и хотя бы на 50% объект должен быть достроен. Тогда можно подавать на резидентскую визу. И наша вторая компания, Team Group, как раз занимается оформлением резидентских виз. Это направление у вас сохраняется? Конечно. Не оформляйте резидентские визы, помогайте людям, собственно, и с регистрацией компаний, с открытием счетов. Если у кого-то есть такой интерес, всегда можете обращаться. QR-код с контактами на экране, можете сканировать его. Если с ноутбука особенно смотрите, это удобно, на воде телефон забирайте. Либо также в описании к этому видео есть все данные, все контакты, адреса, телефоны, сайты, социальные страницы. И не забывайте, в описании у нас еще приложен чек-лист, переезд в Дубай. Что нужно знать, что нужно сделать. Просто супер. Вот документ сверстанный для вас, чтобы не нужно было по разным источникам ходить и по крупицам собирать информацию. Всегда спрашиваю таких деятельных, динамичных людей о перспективах. Ну, то есть, казалось бы, ты близка, наверное, к своему пику, к вершине, потому что стабильно, успешно, клиентская база огромная, бизнес растет, своих объектов масса и так далее. Куда дальше, куда еще, что тебя подпитывает, что является таким драйвером в твоем бизнесе и жизни? Пенни. Ой, расскажи про это, пожалуйста. Это так интересно, вот как сопрягают, да, такой бизнес с огромными оборотами, с творчеством. Я считаю, что, наверное, я бы не была успешной, если бы я не пела. Серьезно? Если бы я не писала музыку. Да, это такая моя отдушина. И я пишу сама песни, я пою, у меня несколько клипов, которые я не все показала еще, не все успела показать. Какие-то есть в Ютьюбе, некоторых еще пока нет, но... Покажем фрагменты, если это будет возможно. Классно, классно. Ты знаешь, в какой-то момент в своей жизни я думала и хотела, что я буду делать это профессионально на сцене. И у меня был продюсер, его зовут Дмитрий. Мы сделали два прекрасных клипа, мы снимали их в Турции и на Мальдивах частично. Я занималась с лучшими педагогами в Москве и по актерскому мастерству, и по вокалу. Есть такой преподаватель прекрасный, Марина Полтьева. С ней занималась, может быть, ты слышала? Слышала, да. Вот, прекрасный человек. И я приехала из Москвы в каком-то полном раздрае, и я поняла, что что-то не то, что я не хочу. И я поняла, что я не хочу это делать за деньги. То есть такое ощущение, как будто я что-то не то делаю. И я поняла, что я не хочу делать это за деньги. Это такое больше для меня, мое. Возможно, я дам какие-то благотворительные концерты, я и пока не знаю. Но у меня есть репертуар очень хороший. Сколько лет ты уже поешь? Ну, вообще, я пела с детства. Я ходила в музыкальную школу в нашем городе. И у меня была такая мечта стать певицей, стать знаменитой, петь. И когда я приехала в Дубай, только тогда я уже возобновила пение. Потому что семья, дети как-то было не до этого, там только в ванной. Семья, дети построения и бизнеса международного. Да, в Дубай я написала свою первую песню. А вот это был 16-й год. Слушай, ну вот, знаешь, это мой лайфхаб, который вот я открыла. И зрителям уже не раз про него рассказывала. Сейчас повторю. Мне кажется, что когда ты взрослый, это, конечно, привилегия. И вот вы только услышите, подумайте. Вот наши мечты некоторые, которые лежали на полках, вылились там где-то в сундуках закрытые и так далее. В общем, навыки, мечты можно осваивать, реализовывать в любой последовательности. Вот если вы что-то не сделали в детстве, в юности, то когда ты взрослый, ты точно можешь найти на этом возможность. Конечно, и финансовую, и временную, и энергетическую. Вот я мечтала играть в большой теннис. Я сейчас это делаю даже со своим сумасшедшим графиком. Я просто ракетку бросаю с собой всегда в чемодан, беру с собой, где бы я ни находилась. У меня уже есть в Москве тренер по теннису. И понимание, на каких кортах играть в Дубай есть. И чем чаще куда-то я буду летать, там точно все вот это застолбится, и это будет. То же самое с твоим пением. И вы, пожалуйста, помните, что если что-то вы не доделали, что-то недомечтали и как-то себя не побаловали, то сейчас, когда вы взрослые, просто берите и присваивайте себе эти мечты. И просто делайте. Просто для души, просто для себя. То же самое с готовкой. Наш прекрасный эксперт Алена Еремина, мой тренер по готовке. Я не умею готовить. Я училась делать интервью. Я делала карьеру в журналистике. Потом я стала предпринимателем. Я училась совмещать эти роли. Быть мамой, женой и так далее. Много каких ролей я освоила. А вот роль женщины, умеющей готовить, не моя роль была. Но сейчас, когда я могу себе позволить нанять классного шеф-повара, который приходит ко мне домой, учит меня заказывать продукты, правильно их хранить, располагать в холодильнике, то есть вот после 40 лет. Я потратила большой промежуток жизни. Но иногда мы понимаем, что на некоторые вещи, может быть, лучше не тратить свое драгоценное время. Если тебе... Когда уже через удовольствие идёт. Я до определенного момента делала всё сама. И по дому сама, и гладила, и готовила, и стирала. Всё просто, полностью на Кипре. Когда я переехала в Дубай, да, я поняла, что можно пользоваться услугами других людей. Ты будешь своё время направлять. Да, то есть за свои же деньги, условно, ты покупаешь время своё, как-то так, наверное. Да, классно. Вот как-то так. Да, то есть я покупаю своё время за свои же деньги. Интересно, да. Да. Растягиваешь время, да, предложаешь. Супер. Да, потому что я люблю готовить на самом деле. Но я знаешь, как готовлю? Я готовлю. Домработница моет посуду. Посуду быть не люблю. Классно. По настроению. Готовить люблю, да. Люблю гостей, люблю компании. И научила свою домработницу делать оливье. Русские традиции перевезли в Дубай. Тоже русские, конечно. Куда без этого. Сейчас вопрос тебе задам. Неприятный, может быть. Хотя ничего в нём неприятного не вижу. Меня всё время тоже про это спрашивают. Про сильную женщину. Много мужской энергии всегда в предпринимательстве, в достигаторстве. Вообще, вы же знаете, что и мужская, и женская энергия есть в каждом человеке. То есть вопрос пропорции. Как это можно регулировать? Удаётся ли тебе регулировать? У тебя было два брака. Я не знаю, сейчас ты в отношениях или нет. Насколько сложно быть сильной, успешной, красивой, реализованной и в деньгах, и в творчестве, и в материнстве. И во всём, во всём. Боятся ли тебя мужчины? Как ты это чувствуешь? Либо есть мужчины, которые выдерживают твою силу и мощь? Ты знаешь, сейчас я не в отношениях. Сейчас я пока, наверное, в поиске себя, скажем так. Потому что я понимаю, пока я не целостная личность, мне притянется тот человек, которого я жду, наверное. Над этим нужно работать, и это не один день. Потому что в 20-30 лет мы, оказывается, себя ещё очень плохо знаем. Очень плохо. Да, есть такое. Я всё время задумываюсь над тем вопросом, как, откуда брать женскую энергию. Потому что, конечно, мужской энергии, её много, да, это бизнес. И здесь, на самом деле, я достаточно мягкий человек. Я абсолютно эмпат. Хожу на рисование. Хожу на какие-то женские круги. Это помогает очень сильно, да. Ну и пение. Пение. Пение, да, творчество. Поэтому я, наверное, всем бы девочкам порекомендовала не пренебрегать этим. Пассажики какие-то, спа. Потому что, на самом деле, большое количество времени я провожу с мужчинами. Большинство клиентов – это мужчины. А с этими мужчинами я говорю о бизнесе. Да, это очень сложно – переключать роли, да, и выходить из этих ролей. Это было очень интересно. Особенно я начала это отслеживать, когда я переехала в Эмираты. Потому что в их понимании на тот момент – блондинка, девушка, красивая. Какой бизнес с ней. Нет, это не то. А можно, оказывается. Там я уже училась выстраивать границы. И это получилось. Потому что воспринимали как раз как женщину. Да. Теперь, когда перелом наступил, когда твоя деловая ампутация сильнее, на самом деле, женских чар, хотя там они прекрасны, теперь нужна другая грань. Но это же ты разграничиваешь. Ты не можешь с клиентом быть женщиной, ты с ним деловой человек. И это какие-то другие должны быть мужчины, да? Это однозначно, да. Это для меня табу. То есть клиент – это клиент. Я и с подружками это проговорю. Ну, подружки мои тоже опытные. Они уже тоже кто-то там один-два раза были замужем. Ну, или там в длительных отношениях все. Психолог, неважно. Любой наставник. Все эти скажут. Когда ты в промежуточной точке своего такого развития, особенно если динамика очень высокая, тебе притягиваются только промежуточные люди. То есть это какие-то быстрые знакомства, отношения, что-то, что-то может быть. Согласна. Или долгие, но вот они заканчиваются, потому что у тебя начинается какой-то рост и такая трансформация. И вот когда ты к какой-то константе, которая на какое-то время зафиксируется, придешь, тогда уже может появиться вот человек, который будет тебе конгруентен. Я в это абсолютно верю. Я думаю, я уже близко. Где-то там. Да, чувствую. Где-то там, где-то он уже на горизонте. Дорогая, желаю тебе этого от всего сердца, потому что мы, конечно, все на свете умеем, но по большому счету, я думаю, ты согласишься. Все ради любви в глобальном смысле. Все ради любви. Ради любви, приумножение ее, приумножение добра. Ради любви вообще. Какой смысл? Боже, какие вы... Все только ради любви. Какие мы прекрасные с вами женщины. Девчонки, напишите в комментариях, вот как вы для себя тоже отвечаете на этот вопрос про смысл жизни. Неожиданно, да, про то, как можно получить визу в Дубае, да, какие виды недвижимости можно купить, сколько инвестировать, какие документы для этого собрать. Не забудьте чек-лист из описания, забрать переезд в Дубай, а также написать комментарий. Хочу в Дубае, хочу консультацию, что онлайн-консультацию от Тани разыгрываем. А вышли мы вот на такую прекрасную тему. Все ради любви, все, что мы делаем, для безопасности, для здоровья, для гармонии жизни своей, своих детей, для продолжения. И, конечно, хочется это все в таком, знаешь, в такой сфере из любви, понимания. Пусть у каждой из нас это будет. Ради чего вы живете, к чему вы стремитесь, делитесь в комментариях, давайте по-женски поговорим. Дорогая, с тобой не прощаемся. У нас будет еще третий выпуск, тоже практический. Снова будем говорить и про недвижимость, про виды, какие есть еще, может быть, неочевидные варианты, в каких районах. Потому что мы-то на слуху у нас только одно. Ты как человек из индустрии, это точно знаешь. И я вообще советую наши выпуски смотреть, знаешь, как карту желаний. Даже если сейчас у вас нет на это денег, если сейчас есть понимание, ой, это не для меня, за кадром. Я, кстати, проходила марафон у Блиновской. Хочу прямо про это рассказать. Давай, скажи. Это был 2020 год. И я написала 10 желаний, 6 из которых сбылись. И вот одно из желаний было как раз таки, что я покупаю огромный дом, подписываю контракт. И я очень этого хочу. Чтобы доход моего бизнеса составлял более миллиона долларов в год. Я тогда написала, но я не понимала, как этого сделать. То есть это было нереально, правильно? Это было нереально, нет. Это было нереально абсолютно. Но я прописала три действия к каждому желанию. И я действительно это делала. И потом я про это забыла случайно. Месяц назад я захожу в чат с Блиновской и смотрю, да ладно. Ну, здесь, наверное, больше желания и делания. Именно то? Без действий одного желания недостаточно. Конечно, то и другое. Но сама смелость, само разрешение себе вот это написать. Я тоже помню, недавно рассказывала у студентов. Мы с ними про стратегии говорили. А вот, типа, какая роль в мечте отводится в этом плане. У меня хранится альбом. Это первая была такая психологическая сессия не для меня. Это еще тогда у меня оффлайн-школа интервью была. Это лет 7 или 8 назад. Психолог, подруга моя, Полина Завьялова, проводила для учеников школы. А я как куратор школы, как организатор, я просто присутствовала. Думаю, пойду тоже. Ну, поделаю с ними со всеми. Полинка выдала нам всем альбомы. Маркеры, кандаши цветные. Говорит, отпустите себя и пишите любые цифры, любые желания. Вот как будто вас никто не видит, никто никогда это не прочитает. Все, что вы хотите. И я там загадала. Думаю, ну какая самая отвязная цифра вообще? Такая 250 тысяч подписчиков на YouTube. Я писала, сейчас совокупка у нас более миллиона. Класс. Да. Это казалось невозможно, нереально. Исполнилось это только потому, что я написала нет. Но я себе разрешила про это думать, и я просто продолжала делать. Так же, как и ты рассказываешь. Да, на самом деле, многие вещи происходят, потому что мы себе не позволяем. У меня есть подруга, мы с ней, кстати, очень часто на эту тему говорим. Она не позволяет себе какую-то роскошь. И она говорит, я не понимаю, почему это происходит. Как будто мне стыдно за что-то. Ой-ой. Вот как будто я недостойна. Как будто вот это вот нельзя. Или это как-то плохо. Вот такие вот моменты есть. Но она тоже работает над собой. И я говорю, да ты достойна самого лучшего. Ты вообще величайшая женщина в мире. И все. Твоим ногам просто. Девчонки, работайте с собой. Вы достойны самого лучшего. Работайте с собой. Все с нас самих и начинается. И наблюдайте за такими прекрасными женщинами, как Таня. Следуйте за каналом Женщины. Забирайте наши подарки. Забирайте чек-листы. Забирайте бесплатные уроки. Выигрывайте консультации. Подписывайтесь на социальные страницы тех, кто уже сделал преодоление над собой. Идите туда, где страшно. Это просто девизом нашего выпуска. Дорогая, спасибо. И увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»